так у нас у нас все записывается выставляется в интернет вы не против ну вы определенно скажите что не против а то разговор окончен у нас не принято по хорошо не против все я слушаю вас пожалуйста у меня вот такой вопрос я давно уже наблюдаю вижу вообще читала про вас очень с вами согласна вообще мне очень нравится что вы делаете упор на заповеди потому что я сама тоже любительница этого не именно знание заповедей она не спасла жизнь вообще всей моей семье мне конечно сейчас сложно разговаривать я могу запутаться но соль в чем в том что значит ну я сама человек очень воцерковленный вот у меня женщина которая меня родила вот она где-то 90-х годов попала в секту вот и очень долго ну как бы первое время я вообще пока у нас храм не стал строиться я вообще внимания не обращала и как бы дружно было все они хорошими были с ней отношения вот а потом когда у нас стал храм строиться и батюшка монах приехал как-то стало все более так знаете вот церковленно и мы с ней ездим по всяким святым местам она ходит в храм и причащается исповедуется а толку никакого нет она понимаете у них такая секта странно что значит они там и там можно вот и потом когда я стала читать библию вот когда я стала понимать что это несовместимо все а у меня получается так у моего брата детей не было нету не рождаются у меня тоже был ребенок один ребенок как родила потом потом нету нету и он и рот получается как умирал у нас вымирал и крестники которые вот где ну валентина ванна зовут женщину которым я родила вот минутку подождите у вас какой-то свет падает как решетка на окне вы маленько отойдите сторонку мы снимаем квартиру и здесь так сейчас вы знаете не всегда могу вам позвонить потому что у меня интернета как таковой нет у меня муж приходит с работы приходит уже вечером поэтому вот звоню вот так вот субботу уже пока он у меня дома думаю решу хотелось уже давно позвонить и поговорить с вами вот на духовной темы и что хочу сказать и пока не стала вообще хорошо читать библию пока не стала вникать во все заповеди когда уже стала понимать что говорится что проносится отделение господь проносит меч вот я уже потом стала понимать и понимаете мы сколько не говорим сколько ее и храмы на и своих на причастия по святым местам я сама но и сочи сейчас мы живем просто квартиру снимаем вот и мы с ней ездили в команды ездили вообще вот но я вот сейчас уже не могу потому что вспомнить все что там было к ней такое хорошее отношение человек нет вот она и там и там и там и там и везде вот и потом когда я стала вот уже читать библию более-менее ну так осознанно да я стала понимать что нельзя что не совмещается это вообще никак и ну когда там вот сказано один два раза обличил человека еретика и все от него отходи так вот как назад шатнитесь маленько назад лицом вот так все ближе не надо а то солнце и луч у вас не надо трогать ничего не надо норма вот так больше ничего не надо а то но всегда освещает и будет вами неприятно видеть это говорите что хочу сказать буквально меня спасло и мою семью меня рот стал продолжаться после того как мы отделились это было а мы сами в маленьком городочке живем санаторий такой вот у нас все друг друга знают все хорошо друг другу относятся и когда я стала ну вот это стал читать а потом стала исполнять стала разделяться это такой шок вызвало этого вверх у нее она стала возмущаться даже мой брат он поначалу вообще это не принимал и не понимал и мы стали стали сняли квартиру ушли из квартиры с нашей квартиры где мы жили я со своей семьей с мужем и сыном мы сняли квартиру и ушли но как бы один городочек все равно ну общение проходит и вот почему и звоню я в принципе как бы все ясно и понятно и благодарна господи что вот вы вот это проповедь такая через вас идет про заповеди потому что очень не хватает нам этого всем мне еще хочу вот обратить внимание на что мне очень сильно помогло даже вот господь заповедь такая делитесь выйдите и не прикасайтесь понимаете не прикасайтесь вот даже вещи я когда вот это стала читать там вот когда царь саул да помните он господь ему сказал что пойди завоюй народ и не бери ничего от них а он как бы для того чтобы богу угодить он взял хорошие вещи да и потом многих ну как бы я тоже люблю заповеди и их начинают ну допустим каждая заповедь допустим какая-то одна и вот нахожу в библии где у апостолов евангелие все относительно этой заповеди и записывала в книгу в тетрадку оно так получается каждая заповедь она более развернутой более доходчиво получается даже не ожидала когда начинала читать допустим про какую-то родную заповедь с евангелие там с библии и с апостолом оно настолько широко и хорошо освещается очень доносится и вот это вот даже не прикасайтесь я поняла мне даже бог дал мы уже отделились выехали я какие-то вещи вообще не брала от нее и она значит потом мне звонит и говорит что забери у тебя же там такие вещи остались хорошие там еще даже свадебные там эти самые и хрустальные там ну в общем что-то осталось она говорит забери пойди я не хотела но у меня как бы муж и сын они такие более слабые в вере они говорят ну давай пойдем заберем пошли забрали вы не представляете батюшка мы живем 8 подъездов 5-этажный дом жили на первом этаже буквально через несколько минут вот где вещи лежали под нами загорелся огонь мне сын он вообще перепугался он не хотел мне не верил дети развели огонь там и все прямо под этими вещами которые мы забрали вот загорелся огонь и у меня сын тогда уже сразу же собрал все и пошел вынес на мусорку это все понимаете как бы вот так я вот сама как бы вот с тех пор для меня это очень важно вот это вот отделить выйти не прикасаться даже к этим вещам там сейчас я как бы так все это мы переехали и квартиру снимаем там многие записи у меня вот хотела подготовиться я что-то их не нашла вот эти все мои то что я выписывала вот насколько это важно вот это даже не прикасаться я не знаю как бы может быть я не знаю как может с каждым господь разговаривает ну на своем языке но вот для меня допустим вот эта заповедь вы отделите выйти не прикасаетесь она очень важная и я вот думаю что я вот до сих пор стараюсь ничего ни китайского не брать ничего и новее от иноверцев вот когда вообще хотел вас просить а как что вы насчет этого думаете я вот допустим и все равно приходится вот любой компьютер вот телефон какой ни возьми оно все китайское вещи вот у меня меня уже просто все в доме знают что покупать если что-то нужно это обязательно не должно быть что-то такое иноверческое оно должно быть наше советское ну русское я в общем как то вот так к этому очень трепетно к этой заповеди отношусь я просто слышу что никто про это ничего не говорит понимаете как бы ну какая разница мы там православные можно все я даже вот смотрю эти монастырь заказывает хлебопечку для просворок китайскую я в шоке понимаете ну не знаю как бы и понимаете я вижу что вот или думаю ну не вот господь как открыл это настолько важно это просто один из многих факторов когда вот это вот загорелось вот этими вещами загорелся это самое у нас балкон а вот а как вы вообще вам это открывалось или нет нет это говорится не прикасайтесь когда человек живет блудно называется братом вот в этот момент а не так что там какие-то неурядицы не прикасайтесь и нельзя свое взять такого нету нет не прикасайтесь это вот почему же у бога есть заклятое вот вы помните такое заклятое вещи ну это заклятое заклятое так это вы допустим и не знали про это оно на вас не действует молитва все побеждает но вот и смотрите это это есть заповедь вот я ну допустим мне очень жалко что сейчас нет у меня именно этих заповедей у меня были открыты я с переездом просто не осталось но я не могу найти его у меня там запечатано все это а вот даже хорошо это вот за по заповеди там господь сказал мне при отделите вы отделитесь выйдетесь и выйдете не прикасайтесь это все вот это заклятое называется оно неприкасаемое даже царь саул вы вспомните вот это с давидом когда царь саул пошел вольной на мать я не помню на кого и он забрал вещи и даже господь призвал самуила и сказал пойди ему скажи что он нарушил мою заповедь он взял то что я не говорил не брать вы помните это ну конечно помню но у нас этого нету у нас клятва вообще запрещено и поэтому она на нас не действует да она не действует я согласна но как бы на хорошо хорошо но я с другой стороны подойду это это вот мне думается что конечно это все-таки это нарушение заповеди ладно а вот помните там апостол павел он говорит блудника даже к вещам их не прикасайтесь вот у нас же допустим есть святые частички мощей да святые вещи они вот мы от святых берем там и платочки там вот у серафима саровского сколько шлапочки там эти самые ну все-все-все вот оно все от него святое то есть от человека и вещь становится святой мы освещаемся мне задуматься точно так же и человек если он очень грешный если в нем дух нехороший лежит то и вещи они тоже такие вот дух нехороший на них лежит и мы можем их заработать этот дух если мы будем брать вещи от таких людей да кого зачем зачем брать то вещи тут вопросу вы сами осознаете я никогда не брал ниоткуда мне дать чтобы не давали я руку не протяну даже надо научиться жить бедно да ну и все и ничего не будет где-то у серафима что-то берут я никогда ничего не беру только даю даже не давать нежели брать блажение да батюшка ну понимаете о чем речь идет вот я сама вот если бы я сама жила я жила бы вообще по-другому но у меня семья у меня муж у меня дитёй они живут в миру они общаются совсем с этими людьми и мне приходится самой иногда общаться и брать вещи и все это мне думать это как-то все равно воздействует если даже ядовитое выпить и не мало не повредит говорит апостол у нас по-другому всего нам не надо этого бояться тут не притрагивайся то другое апостол павел это осуждает они говорили не притройте за день то другое о чем вы говорите для нас христиан этого нету я пошел перед дверью перекрестился и работа иду проповедую мы из барнаула алтайский край проехали до владивостока потом до португалии все государства европы прибалтику север юг турция на мы с кем только не бывали где не обедали ничего не действует почему все освещается молитвою мы благословенные на дело божие вышли батюшка ну вы совершенный понимаете а когда человек начинает делать первые шаги мне вот думается что может ему лучше все таки отдаляться и вообще действительно вот сначала нужно накопить вот этот дух чтобы уже ничего не действовал а когда люди менее совершенные все это не думается на них это может действовать ну может и действует а сейчас не бодрствует но я же в этом мире живу наше содружество интернета не действует нигде они они решили делать злое а мы только молились и и там уже все разрушено ничего нету мне пришлось пройти пять тюрем тюрем советских лагерь смерти 26 лет меня убивали ничего не могли сделать надували телом и подвешивали выламывали я живой и проповеду а мне уже восемьдесят пятый год не действует ничего потому что мы победители с нами христос а сатана рухнет и ничего не будет чего так попустились и страхи напустили нет не притрагивайся все это и сливает павел говорит не бойтесь этого мы дети божие нас никто не смеет трогать даже легионы демонов будут они все будут валяться они ничего не могут сделать конечно мне думать иногда есть уровень совершенных которым уже все можно понимаете они действительно перекрестят крестом своим вещь любую и она светится а вот люди когда идут первые шаги они мы ездили представьте что владивосток тихий океан и дошли до антического все государства европы и было так берем воду она как будто сглина такая коричневая и говорят не пейте тут нельзя мы везде все сырое пели и ни один не заболел 3 человека и собака никто не заболел мы со всего мира в себя все брали все сырое ошли на проповедь мы посетили 650 библиотек сделали подарок на 35 миллионов рублей мы сделали мои книги у меня 38 томов вышло из печати я как автор как писатель но я слышала что дал вас много книг вот еще писали стихи не знаете что конечно удивило действительно вот сила духа святого если правильно поняла вы говорили что вы ни разу не переписывали с первого раза все же писали на что именно по моему стихи вы говорили где-то слышала что вы по моему стихи писали и сразу же с первого раза шо у вас я не помню что с первого раза вот стих вы писали но и вот что-то открывалось и вы писали с первого раза до на вот это вот конечно я как-то здесь недавно писала стихи немножко по несколько дней переписывала вот это конечно когда с первого раза пишется и переписывается это конечно действительно его знаете у нас у нас вы у меня от вышел четырех томик всех стихотворения проповедь в стихах слышали я вам сейчас покажу один том подождите каждый том 880 страниц это в каждое стихотворение 36 строчек 9 куплетов 3900 стихотворений каждое стихотворение проповедь и четыре тома вот таких стихотворений вышли вместе взяты знаками больше чем 32 поэта за всю жизнь написали это за 9 лет это немыслимо и все понимают это невозможно это когда бог делает то богу на пути не лучше не становись а бог это все колеси свои отбросит я вас не знаю я боюсь с вами разговаривать чтобы вас не обидеть да не ничего я человек не ну как я я наоборот очень люблю правду я ну как я не люблю этих лжецов и лицемеров и которые льстят для меня у меня как бы всегда у меня даже подруга была но сейчас я уже такая закрытый человек она была очень грубая но зато говорила правду а вы в нашем в нашем в нашем содружестве вот через каждые два часа идет мое моление у нас вас нету здесь нет нет у меня нет закрытый более-менее я не люблю это интернет на сообщество у нас очень сильно слово божие знают святых отцов и каждые два часа до звон 10 минут молитва и утром собираемся и считаем слово боже там у нас дольше 45 минут вы попросите чтобы вас приняли напишите скажу вам честно вы тоже не обижайтесь мне не хочется я просто вам звоню потому что у меня у меня как бы вот именно был вот этот вопрос насчет вещей что вот отделите вы не прикасайтесь вот эти к вещам не прикасаться меня это очень долго для меня для самой было как бы я рассуждала на эту тему открывалась мне думаю именно вы вот хорошо заповеди знаете библию знаете думаю позвоню с вами поговорю вы все-таки человек вы святой водой святой воды возьмите которые скрещение где-то покрапейте с молитвой все не бойтесь ничего этого сатана ничего не может сделать он мы когда в дверь и выходим говорим отрекаюсь от сатаны и всех дел его всех ангелы его всей гордыни его и перекрести впереди себя все рушится я иду свободно везде бачка спать и господи но я не боюсь я не боюсь понимаете я не боюсь ну как брать я боюсь христа ради брать я боюсь что благодать уйдет что-то я нарушу заповедь из-за этого я не потому что боюсь тут у меня там какой-то такой плотской страх а именно вот прочитала заповедь и мне господь именно так и открывал для меня вы не представляете вот это когда я разошлась со своей варентина ивановной у меня внучка появилась теперь второй уже у меня ожидается у меня вообще даже это такое продолжение только моего рода россии пошло понимаете россии вот у моего сына жена и у нее даже у подруги она несколько лет ждала у нее родился ребенок у ее сестры она тоже несколько лет ждала ребенка родился ребенок а там и армяне и украинцы понимаете вот как мы когда встретились когда вот и господь вообще всех одарил детьми понимаете когда у меня работ уже вымирал вырождался и здесь вот это такое произошло я даже вот как бы я настолько благодарна господу во первых за то что за открыл за он меня укрепил что насколько важны заповеди понимаете вот пока не соблюдаешь вымирает рот вымирает вот и сейчас даже говорю и армяне родились и украинцы вот так вот произошло и русские понимать как бы россия возродилась господь пришел вот в семью и вот такое вот чудо просто ну благодарю вас батюшка все мы сейчас мы в храм уже идем я спрошу вас вес к вес какой сколько вес 55 155 вес около 70 ну и считай почти 20 килограмм лишнего веса батюшка да последнее время набрала вы худею вы знаете я просто ну не могу а пост это говорят есть поговорка толстая чрева не рождает тонкие мысли в этом все сгиньте себя пост и молитва все есть служите с радостью все такое печально гоняете не прикасаясь да какая-то никакой беды там нету святой водой по крапе нужны вещи и бери но ни от кого не бери которые есть твои вот мне многие привозят что-то где-то я никогда не беру даже бывает с другой стороны пришлют но я с ними иду они меня привезут у меня машины то нету я там распишусь получилось а деньги я не прикасаюсь к посылкам не прикасаясь моей печати не рук нету все одной вещи не получил ни разу ни разу мне не надо у меня все свое под ногами растет одуванчик и не двудомная квартира это крапива апостол иоанн говорит что они вышли примите и потому что они вышли он имеет виду от грешников и ничего от них не взяли понимаете как бы вот это еще одна из священного писания который подтверждает о том что брать не надо не берите у меня ни одной вещи нет чужой нету если где-то что-то то у меня все порвано то есть я показывать вам буду вы удивитесь покажу обувь сейчас посмотрите вот моя обувь вам нет видно нет видно батюшка модно это моя обувь я хожу у меня и вода и все там и мне нужды нет никакой но церковь я пойду у меня сапоги которые подарили мои военные я там проповедовал и они мне подают подарили вел занятия с кадетами и они мне подарили сапоги военные я ничего не беру никак но сапоги то возьмете игры какой номер 43 этот мой ну тогда давай он не носить все равно не буду я в них храм прихожу сразу снимаю они у меня лежат мачка меня муж ругает все время его даже мужа ругает за то что я хожу в таких одеждах вы просто как бы это я сейчас но вот ну ладно довольствоваться малым малым нужно довольствоваться и благодарите за все бога слава богу за все так я ухожу все до свидания с богом с богом